Я рад вас видеть сегодня на нашей четвертой лекции, которая называется, ну, в интернете мы ее так провокативно назвали, «А кто изменил Слово Божье?» Ну, почему? Потому что сегодня мы будем говорить о переводах Священного Писания. И по этому поводу у меня большой, как говорится, набор всяких интересных вещей. Я помню, ко мне, где-то это, по-моему, было в штате Вирджиния, мне подходит одна женщина в американской церкви, показывает Библию короля Якова, вот и говорит мне, «Вот именно эту Библию читал наш Господь Иисус Христос». То есть, в американской среде гуляют всякие разные слухи о том, что вот всякие переводы новые Библии, которые отличаются от Библии короля Якова, это плод подделок, заговоров там Папы Римского, еще кого-то. Вот, в общем, всякие. Поэтому есть около 60 переводов Библии на английский язык. Разные Библии. Мы будем говорить, почему так много переводов. Наша аудитория, если на русском языке, на протяжении многих лет, лет 140, получается, где-то чуть больше, существовал только синодальный перевод. Но, начиная с 90-х годов, начали работать несколько научных коллективов. Коллектив РБО, Российского Библейского общества. Коллектив Института Перевода Библии. Вот, еще несколько существует уже разных. То есть, ну, на сегодняшний день существует, я бы так сказал, как минимум уже 10 переводов Библии на русский язык. Если говорить по украинской Библии, то существовал самый старый, который я знаю, перевод Кулеша. Потом, в 1962 году, епископ Агиенко сделал перевод. Это, пожалуй, на сегодняшний день самый такой популярный по Украине перевод Агиенко. Потом был сделан перевод еще одним архиепископом уже греко-католической церкви. Перевод Хоменко. Потом уже при мне я участвовал в заседании первого библейского общества в Киеве. И был такой, ну, есть до сих пор, такой там ученый, библеист, священнослужитель греко-католический Рафаил Турканяк. И он сделал свои переводы. Ну, и вот потом еще был сделан перевод. То есть тоже переводов, наверное, 10 существует на украинский язык. Вот, но на английский как минимум 60-70 переводов существует. Вот, хорошо это или плохо. Если я не ошибаюсь, где-то в марте месяце хасиды любавические, такая еврейская, очень популярная группа, называется Хаббат еще. У них есть веб-сайт хаббат.орг на всех языках. Так вот, они такой имеют себе календарик разных дат. И вот они имеют в марте, если я не ошибаюсь, так называемая самая печальная дата в истории еврейского народа. Как вы думаете, какая? Это когда Тору перевели на греческий язык. Вот, наша лекция сегодня, вот, четвертая, потом будет пятая лекция. Вот, наша четвертая лекция, она как раз будет фокусироваться вокруг истории именно греческого перевода священного писания. Вот, перевода на греческий язык. Это интересно с двух точек зрения. Первая точка зрения, первая позиция, первый вопрос, который мы рассмотрим, а правильно ли был сделан этот перевод и действительно ли это самая печальная дата, что перевели Тору на греческий язык. Вот, ну, есть противоположная точка зрения на этот счет. Перевод – это точка зрения, в частности, православной церкви, о том, что перевод септуагинты – это наиболее святой перевод. В частности, Рафаил Турканяк, тогда, в 93-м году, когда мы с ним познакомились на заседании библейского общества, в одном из первых, он прямо заявил, что он работает над переводом, но переводить будет исключительно с септуагинты. Вот. Уже позже один из моих менторов в 90-е, известный проповедник по Украине Николай Арсентьевич Жуколюк, он завел отношения с Турканяком, и у него была такая давняя мечта сделать хороший, современный украинский перевод Библии. Ну, и он как бы уговорил Турканяка войти в группу переводчиков и сделать перевод с масоретского текста. Давайте я вам, друзья мои, напомню, так, то, что вот здесь лежит Тора, это масоретский текст? Нет, это Тора. Он не огласованный. Где у меня масоретский текст? Вот это. Кодекс Ленинградский. Ну, здесь текст тоже можно считать масоретским. Вот. А где мой кодекс Алеппо? Надеюсь, найдем. Вот. Поэтому, значит, это все масоретский текст. Ну, и, естественно, возникает вопрос, а правильно ли, вообще допустим ли перевод Библии на греческий язык? Дело в том, что тут у нас было интересное общение. Вчера и кто-то задал вопрос о том, что вот у мусульман-то переводы Корана не признаются. Коран надо читать только в оригинале. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы все сидящие здесь, все приходящие на богослужение владели бы языком оригинала. Моя мечта, чтобы христианских детей, как и ортодоксальных иудеев, с трех лет обучали еврейской грамоте. Тогда бы всех этих споров по переводам вообще бы не существовало. Ну, не так-то было. Поэтому Бог понимает, что дар владения оригинальными языками есть не у всех, и Он это предусмотрел. Вот интересно заметить, что нам записано в книге Неемия, восьмая глава. Здесь у нас сказано, что тут сыны Израилева попросили книжника Ездру, чтобы он принес книгу закона Моисеева. То есть, вот такой свиток. Так? И дальше написано, что он так и сделал. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами. То есть, фактически, Ездра является родоначальником синагогального служения. Вот. И дальше интересно описано, как это чтение из книги закона Моисеева проходило. Что книжник Ездра стоял на деревянном возмешении, а под для него были Матафия, Шема, Анания, Урия, Хелкия, Моисея. Вот. По правую и по левую руку у него стояли его помощники. Дальше Ездра открывает книгу, народ встает, Ездра благословляет Бога Всевышнего. Сегодня до сих пор перед чтением Торы, когда чтец склоняется, он произносит эти слова благословения вот так, которые звучат. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который избрал нас из всех народов и даровал нам свою Тору. Благословен Господь дарующий Тору. После этого все говорят Аминь, Аминь. То есть чтение Торы это было актом Бога поклонения таким. Видите? И вот что интересно, седьмой текст перечисляет еще имена помощников Ездра. Там Иисус, Ваная, Шревия, Ямин и так далее. Еще с ними были некоторые левиты. Что они делали? Смотрите. Они поясняли народу закон. То есть не просто шло чтение, но после чтения они поясняли. Ну, как поясняли? Если их здесь там сколько посчитаем? три, шесть, девять, тринадцать плюс левиты. То есть, ну, наверное, народ разбивали на какие-то группы, типа классы, и дальше они им объясняли, потому что стояла огромная толпа в Иерусалиме. И вот дальше сказано, что они делали в этих классах. Первое. Читали из книги Закона Божьего «внятно». Вот это вот слово «внятно», оно интересное. Не просто «внятно», а с разделением на фразы и предложения. вы можете прийти посмотреть на текст, и вы не увидите там ни точек, никаких знаков припинания. То есть, они были научены читать так, чтобы было понятно предложение, а не просто речитативом. Да? Дальше написано «присоединяли толкование», то есть, они объясняли. И третье. И народ понимал прочитанное, или на иврите можно еще прочитать. Они помогали народу понимать прочитанное. А что значит помогали народу понимать прочитанное? Проблема в том, что речь идет о событиях, которые происходили после возвращения еврейского народа из Вавилонского плена. Если вы помните, в Вавилонском плену говорили на каком языке? На халдейском. Халдейский – это один из диалектов арамейского языка. Я уже вам вчера говорил, что арамейский и иврит – это как русский и украинский. Ну, как говорится, языки разные. Да, если человек не знает слов, то может понять совершенно по-другому. была такая интересная история, реальная. У нас на стройке был, ну, мой отец строил Ровенскую атомную электростанцию. На стройке назначили главного инженера управления строительства. Такой из Грузии приехал Зураб Гулбатович Гамрикеле. Это был первый грузин, с которыми мы познакомились. Ну, и, естественно, он приходит и ищет моего отца, который был в то время начальником производственного отдела, приходит на участок и спрашивает кого-то из прорабов. Скажи мне, а где Болотников? А прораб ему отвечает, Тавиндэс там керуя. Что? На работе керять? Вы поняли, как он понял слово керуваты? Он подумал, что керять это выпивать. То есть, вроде бы языки одной и той же группы, но вот как он, как может вообще у меня целая коллекция всяких смешных вещей, которые можно, вот, не только русский и украинский, а вообще славянские языки. Вы знаете, самые смешные языки, это, наверное, все-таки для русскоговорящих, это, наверное, чешский и словацкий. Они самые смешные. Не знаю, правильно скажу или нет, но долго смеялся, когда проезжал по Словакии немножко мимо Штрепского плеса, давно-давно, смотрю, написано Патравиловка. Это, как говорится, столовая. Вот. А едешь, едешь по Праге, вдруг видишь, написано ПОЗОР! Это, оказывается, внимание. Вот. А если вы зайдете в парфюмерный магазин купить вашей возлюбленной чего-нибудь такого интересненького, вам продадут ВУНЯВКИ. ВУНЯВКИ. Вот. Это духи. То есть, видите, вот, я абсолютно уверен, что чехи над нашим русским тоже смеются, а над украинским как они смеются, то есть слова, которые украинцу не стоит употреблять ни в присутствии поляка, ни в присутствии чеха. Например, например, если вы к поляку подойдете, я не говорю про украинскую, здесь русский, опять же, пойдете, подойдете к поляку и попросите у него зажигалку, то он будет долго смеяться. Дело в том, что жиготы по-польски это, ну, когда тошнит, рвать. Вот. То есть, много разных интересных казусов можно иметь на похожие языки. Я потом буду отвечать на вопрос. Вот. Разные примеры. Вот. Тем не менее, почему я об этом решил вас так чуть-чуть подзабавить. Я вообще любитель филологии и у меня целый списки всегда всяких интересных вещей и в славянских языках, и в германских языках и так далее. Но, то есть, к чему я это все вам веду? Я это вам веду к тому, что вот, если человек родился, разговаривая на арамейском и, фактически, вернувшиеся из вавилонского плена, поселившиеся в Галилее евреи, продолжали разговаривать на языке арамейском, который они подхватили в вавилонском плену, так текст Торы им будет не всегда понятен. Поэтому народ понимал прочитанное, фактически, как это выглядело, чтобы народ понимал. вот тут стоит чтец, да, читается книги Торы, а рядом с ним стоял переводчик, Метургаман, и переводил на арамейский язык. То есть, иными словами, в отличие от мусульманской традиции, где категорически не принимаются серьезно никакие переводы Корана, на это есть у них своя причина, особенности коранического арабского языка такие, что там можно по-разному это все понимать. Вот, так вот, в отличие от ситуации с Кораном и с исламом, при Ездре, во времена Ездры, а это пятый век до нашей эры, возвращение из Вавилонского плена, переводилось Слово Божье на понятные языки. Ну, Коран очень интересная книга, извините, Коран, ну, Таргумы назывались переводы, да, то есть, Таргумы, они существовали в устной форме сначала, а потом мы их начали записывать. Ну, вот, например, если вы возьмете книга Исход 23-я глава, такая интересная вещь, значит, это у нас 19-й текст, вот эта фраза, не вари козленка в молоке матери его. Такая достаточно такая интересная заповедь, такая трудно понимаемая, ну, сейчас у меня нет времени объяснять ее, суть, но очень интересно, если открыть Таргум Анкелос, что я сейчас вам и продемонстрирую, сейчас найду, где у меня вот он, вот, то прочитав эту фразу в Таргуме, значит, Анкелос, да, вот, давайте поставим бок о бок, вот, не вари козленка в молоке матери его, вот, что написано на арамейском языке, латы клюн бессар б халяв, то есть, не кушайте мясо с молоком, кстати, говорят, именно на основании этого перевода, то есть, этот перевод говорит, да, то есть, он не то переводит, что он делает? Он фактически дает традиционный не перевод, а традиционное уже существовавшее на то время истолкование этой заповеди, и прямо без всяких объяснений, вот, мясо с молоком кушать нельзя. И отсюда самый главный диетарный закон, который существует в системе кашрута иудейской, то есть, ну, сегодня ортодоксальный иудей, если вы его пригласите к себе домой и попытаетесь ему предложить у вас покушать, он ничего у вас кушать не будет. У меня такие опыты были. Вот. Потому что если вы спросите, дорогой мой, почему ты не кушаешь у меня, он скажет, знаешь что, даже если ты мне все чистое приготовил, но так как у тебя кухня не кошерная, то я не знаю на этой тарелочке и в этой кастрюльке, в которой ты сделал, приготовил курицу, там когда-нибудь сыр был или нет. Вот. Так как я в этом не уверен, я лучше кушать этого не буду. То есть там, ну, это мы даже, не все иудеи такие, но таковых даже мы в еврейской среде называем ортодоксами кошерниками. То есть они жутко строгие и некоторых удовлетворит, если им подать в бумажной тарелочке, вот, то есть причем бумажная тарелка, она должна быть запечатана, ты прием ее должен распечатать и ты прием ее должен дать. Но опять же в какой посуде приготовлено то, что ты ему подаешь, как говорят в Одессе о Зохинвэй. Это все такие проблемы. То есть и все вот в этом коротеньком стишочке, как его перевели на арамейский язык. Вот такая интересная история. Разные бывают интересные переводы. Не всегда, например, уж совсем плохо. Вот я вам открою второзаконие, 24 глава. Это то, над чем я работал при написании моей докторской диссертации. И здесь у нас написано о том, что если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в очах его, и дальше написана причина. И вот в русском языке написано так. «Потому что он находит в ней что-нибудь противное». И дальше написано, что это что-нибудь противное является причиной для развода. А что же противное нужно найти, чтобы это было причиной для развода? Что противное может быть у жены? Ну, оказывается, уже арамейский перевод очень интересно пишет. Он находит в ней, вот написано, «Арей, ашхах, ба, авират, пидгам». Он находит, что она нарушила заповедь Божья. То есть, этот перевод, вот эта традиция, она совпадает с тем, что Иисус учил. Написано, кто разводится с женой своей, кроме чего? Вину любодеяния. А любодеяние – это нарушение заповеди Божьей. То есть, он находит в ней не просто там что-то противное в ее внешности. Веснушки на носу ему не понравились. Развестись решил. Нет, нет, ни в коем случае. А заповедь нарушила Божью. Курф номер семь, конечно. И только в этом случае можно писать разводное письмо. Ну, я вам показал эти два аспекта арамейского перевода для того, чтобы продемонстрировать то, что этот перевод, ну, будем так говорить, «Он немножечко вольный». Перевести «Не вари, козленка, в молоке матери» словами «Не ешь молоко с мясом» – ну, что-то, ну, явно вольно. Ну, и даже в этом случае, когда написано в оригинале вот это выражение, не просто что-нибудь противное, а он, если перевести еврейское слово «эрват давар», то это фактически проблема, связанная с открытием ноготы. То есть, как бы, кто-то открыл ее ноготу, ну, то есть, подразумевается прелюбодеяние. Ну, здесь они тоже фактически не переводят это пословно, а дают типа истолкование. Ну, вы видите, проблема в чем? Вот здесь мы сталкиваемся, и мы будем на следующей лекции говорить с вами об этой проблеме, что очень непросто сделать так, чтобы был перевод, чтобы как можно меньше было истолкований. Все-таки, чтобы был перевод, а не истолкование. Понимаете? И вот переводчики Таргума любили не переводить часто, оттолковать. Факт. Но, в любом случае, я вам рассказал немножко о Таргумах, для того, чтобы показать вам, что переводить священное Писание на языки, понятные людям, это серьезная и святая обязанность. То есть, потому что мы прочитали Неемия 8 глава, народ должен понимать прочитанное. То есть, не просто ему должно быть прочитано что-то на языке, который он не понимает, а потом истолковать, но народ должен понимать прочитанное. Значит, надо переводить. Поэтому, во втором-третьем веках до нашей эры большое количество евреев жило, например, в Александрии. Александрия – это уже был не просто египетский город, а это уже было под властью Александра Македонского. Это был очень эллинистический город. Разговаривали там по-гречески. И, согласно историческим документам, вот есть такое письмо, так называемое письмо Аристея, то там рассказывалось, что царь Птолемей дал указание сделать перевод «Торы» на греческий язык. Я еще раз повторяю «Торы», то есть пятикнижие. Мы чуть-чуть позже вернемся к этому вопросу. Но сейчас мы поговорим о переводе «Септуагинты», о переводе пятикнижие. Вот перед нами открыто три колоночки. Это греческий текст, это еврейский текст, ну и с русским переводом, чтобы было понятно. Я приведу несколько примеров, разных примеров, для того, чтобы вы могли понимать. Чем отличается «Септуагинта» в отличие от «Торгума»? Перевод пословный, но не без недостатков. Ну, невозможно, не существует сто процентов совершенного перевода. Добиться такого просто невозможно. Об этом следующая лекция. Но, тем не менее, те, кто переводили на греческий язык, они старались идти пословно и в переводе «Торы», в отличие от «Торгума», толкований не добавлялось. То есть, идет по тексту. Вот. Поэтому это интересно. То есть, фактически, что у нас еще интереса? Мы говорили вчера о том, что есть свитки Мертвого моря, которые на 1200 лет старше, чем, например, Кодекс Ленинградский. И поэтому мы говорим, ага, если, например, книга пророка Исаии здесь, в Ленинградском кодексе, что является масоретским текстом, и в свитках Мертвого моря это еще не масоретский текст. И он, кстати, тоже неогласованный, как я вам вчера это объяснял. Вот. То, как бы вот, можно предположить, что будет такой же текст постоянно, то есть, и раньше, чем кумранские свитки. Ну, кстати говоря, когда мы читаем греческий перевод, который мы имеем в Септуагинту, более старые манускрипты, чем ленинградский кодекс, да, перед вами два кодекса, которые я вам привез, это Синайский кодекс, он был найден в монастыре Санта-Катарина, русским исследователем Константином Тиссендорфом в 1850-е годы. Интересная история его обнаружения, но это один из древнейших кодексов, в котором, как бы, это одна из самых древних христианских Библий. Библией. А перед вами еще одна достаточно древняя христианская Библия, это так называемый кодекс Ватиканский. Вот, есть еще кодекс Александрийский, но, видите, я смог Божьей помощью приобрести фоксимильные издания и того, и того, а кодекс Александрийского хорошего, красивого фоксимильного издания, к сожалению, не существует. Но кодекс Александрийский можно увидеть в Британском музее. Вот, то есть это первые христианские Библии, это пятый век, это шестой век. То есть, вы видите, текст существовал. То есть, понятно, что здесь можно открыть книгу пророка Исаии, тоже на, ну, естественно, в греческом переводе, ну, и прочитать в принципе то же самое, что и написано было в книге пророка Исаии на записанном на свитке, найденном этим бедуином в Кумранских пещерах. То есть, в принципе, то же самое. Конечно же, есть различия. Вот, я вам приведу некоторые примеры различий. Так, перед нами история родословия Адама. Бытие пятая глава. И вот здесь у нас написано. «Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему». Так? Обратите внимание на вот эту, на вот эти слова. Написано сто тридцать лет. Так? Теперь давайте посмотрим чуть-чуть дальше про Сифа. Сиф жил сто пять лет и родил Енос. Так мы можем пройти аж до Ноя, сложить вот эти цифры сто тридцать плюс сто пять и получить время от Адама до потопа. Так? Но вот что у нас есть в Масаретском тексте. Читаем. Ваихи и жил Адам шло шим у ме ад шана. Шло шим это тридцать, ме ад это сто. То есть сто тридцать лет. Давайте здесь посмотрим. экзесен и жил все правильно де Адам все совпадает то есть пословно но тут проблема написано диакосия кай триаконта двести тридцать лет. Видите какая разница? Тут меа сто а тут диакосия двести ну можно посмотреть еще вот посмотрим на Сифа читаем Ваихи шет хамеш шана у меа шана и Сиф жил пять лет и сто лет читаем экзесен жил те сеф Сиф опять диакосия то есть двести кай пенте двести пять то есть если вы посчитаете время прошедшее от Адама до потопа по масоретскому тексту у вас получится около сколько полторы тысячи лет но если вы почитаете тоже в Септуагинте у вас получится на семьсот лет больше в чем дело мы не знаем почему не знаем ну потому что когда мы читаем текст Септуагинт и все остальные вещи многие то мы видим что явно переводчик понимает на иврите и переводит правильно но не мог же он быть извините за выражение такой таким такой тупицей что он не мог правильно перевести слово сто то прядле то есть исходя из остального текста мы видим что те кто переводили все остальное знали еврейские знали греческие но почему они написали 200 а масоретский текст пишет 100 одно из предположений которое наиболее разумное скорее всего те кто переводили вот этот текст имели имели перед своими глазами немножко другой оригинал не тот что попал сюда и попал сюда исходя из всего остального текста мы видим что других отличий нет но исходя вот когда мы читаем бытие пятую главу видим отличие если считать по масоретскому тексту то у нас нашей планете сотворение ну еврейская традиция будет вам говорить пять тысяч семьсот восемьдесят три ну там получается может быть чуть больше пять тысяч восемьсот что-то в этом роде если там свои моменты но если вы возьмете по септуагенте посчитаете у вас получится шесть восемьсот то есть на тысячу лет больше это вопрос жизни и смерти это вопрос спасения да нет ну с точки зрения исторической да если смотреть историю Ближнего Востока там шумеры акады еламиты то скорее всего та хронология подсчета описанная в септуагенте более логично чем о советском тексте то есть я лично склоняюсь на основании септуагенты а переводчик явно переводил с манускрипта который какой-то был чуть-чуть другой ну не сильно другой но чуть-чуть вот то наверное все-таки нашей земле около шести тысяч семисот лет вот в любом случае есть иногда люди которые привязываются к шести тысячам годам что типа Христос придет это явно не сработает на основании вот таких вот объективных текстологических данных ну вот вам и текстология как говорится это серьезная наука в отличие от массоретов которые переписывали тщательно и поэтому массоретский текст один от другого отличаться не будет то есть то откуда переводилась септуагента был явно не тот текст который использовали массореты вот ну и соответственно тем не менее в септуагенте ну много манускриптов например то что вы видите вот здесь вот этот текст я показываю мышкой это издание Ральфса там несколько основных манускриптов в частности кодекс синайский кодекс ватиканский кодекс александрийский там будет еще несколько но в 80-е годы в геттингенском университете было издано так называемое полное 15-томное критическое издание септуагенты где сделана была сверка абсолютно всех манускриптов вот большинство манускриптов продолжают утверждают что в большинстве манускриптов записано вот жизнь Сифа 205 лет прежде чем он родил Еноса ну и жизни Адама 230 лет причем годы жизни одинаковые что в Масаретском что здесь а именно сколько лет было когда родил вот ну интересная загадка окажемся на небе будет о чем поспрашивать Иисуса как же сколько вернее можно будет к Адаму подойти и спросить а сколько ж тебе было лет когда у тебя родился Сиф вот а потом к Сифу подойти и уже тогда точно будем знать ну вот а сейчас вот такие интересные вещи вот но при этом как говорится я не хочу чтобы услышав все некоторые горячие головы начали ужасаться и строить всякие теории заговоров вот потому что здесь наука есть вещи которые ну науке неизвестны вот и ну тем не менее септуагин то это неплохой и не неправильный перевод еще раз говорю это не неправильный перевод он нормальный ну есть там некоторые я вам покажу сейчас немножечко вещи такие два примера таких интересненьких вот ну давайте сторы посмотрим левит 16 главу и это у нас 10 текст это описание 16 глава книги левит это описание у нас ритуала дня очищения емки пура вот здесь арон бросает жребий о двух козлах один жребий написано для господа а другой для отпущения вот если мы читаем на иврите то будет написано так гораль эхад один жребий ла адонай один жребий для господа а дальше гораль эхад другой жребий ла азазель для азазеля что такое азазель вот это интересное слово вы можете испытать его значение пойдя в пятницу на очень классный рынок который есть в Иерусалиме этот рынок называется Махане Ягуда на этом рынке особенно летом июль август такие фрукты они в Галилее вот такие манго выращивают помидоры ай целивые что только нет но пятница жарко вот интересное зрелище понаблюдать значит жара страшная а надо продавцам продать всю продукцию потому что если это все оставить оно восмердит вот суббота начинается к заходу солнца ближе звучит шафар и начиная при подготовке и начинается сбивание цен кричат эти торговцы сколько у них глотки хватает продает за килограмм арма шекель арма шекель 4 шекеля за килограмм вот такие помидоры типа бычье сердце вот эти хасиды там бегают вокруг них трубят им шафар чтобы они закрывались а этот же хочет продать вот то есть и толпа бегает тоже потому что знают что продают по дешевой цене но у всякого дешевизны есть свой предел если вы подойдете и скажете что за килограмм вы возьмете не арба шекель не 4 шекеля а скажете штайм шекель он покраснеет и скажет вам а идите вы к Азазелю тогда вы поймете что такое Азазель понимаете то есть Азазель это одно из имен дьявола поэтому здесь у нас в на иврите написано собственное имя Азазель ну а вот в септуагинте они дают смысловой перевод написано что такое Апопомпайо темпто это выгонять то есть для изгнания ну почему они делают смыслово потому что там типа козла изгоняют в пустыню но вот они не могут переводить слово Азазель у них в греческом не существует они дают такое смысловое толкование ну вот таким образом то есть вот такое встречается но в принципе я еще раз говорю это перевод пословный и толкований там немного поэтому нельзя назвать то есть я категорически не согласен с утверждением любавических хасидов о том что перевод септуагинты это катастрофа не не катастрофа это один из переводов вот но что я вам несколько раз подчеркнул я вам несколько раз подчеркнул такую фразу что когда мы говорим об истории с раввинами которые для Птолемея в Александрии переводили еврейские писания переводили Тору как появились другие книги на греческие мы не знаем но мы знаем что в первом веке на основании того что мы читаем цитаты в новом завете мы знаем что уже существовали переводы и пророков и псалмов и когда Евангелие записывались авторами на греческом языке то авторы Евангелии частенько не всегда частенько просто переводили ну цитировали греческий перевод неправильно называть греческие переводы Исаии септуагинтой потому что Исаию не переводили вот так как переводили Тору то есть кто переводил пророка Исаию на греческий как книга пророка Исаии также книга пророка языки или книга. Как оно переводилось, мы не знаем. Но в момент, когда писались Евангелие, эти переводы уже существовали. Ну и это порождает определенные спекуляции. В частности, вопрос, почему для иудеев Септуагинта – это катастрофа, потому что они считают, что Септуагинта виновата в страшной ереси. В частности, как они это воспринимают, ересь о непорочном зачатии. Ну, давайте посмотрим, что имеется в виду. Исаия 7 глава. Ну и можем прочитать 13-14 текст. И вот 14 текст говорит, «Итак, сам Господь даст вам знамение, все, естественно, русский синодальный перевод, дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Знаете, для каждой религиозной конфессии иногда есть такие вещи, которые, если им говорить, будет оскорбительно. У меня есть много друзей из единственников. Они считают, что Евангелие от Матфея 28-19, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», в оригинале отсутствует. Вот. Несмотря на то, что эти тексты присутствуют даже в Синайском кодексе, и я им это показывал, для них это страшное оскорбление. Если сидит кто-то из единственников и услышит молитву, которая завершится словами «Во имя Отца, Сына и Святого Духа», он сильно рассердится или обидится. Ах, как один раз я выставил на Фейсбуке, когда крестил молодых людей там в Вискансине на озере, и, значит, говорю, ну, как обычно, дорогой брат такой-то, такой-то, «Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». Погружаю, входит, аминь. Че я получил за это на Фейсбуке? Мама родная. Вот. Но это просто, как пример привожу, такое лирическое отступление. Вот. А для иудеев вот эти слова «се дева в очреве примет», и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. То все. То примерно, вот если, я вам почему за единственников привел, потому что если вы встречались, то знаете вот такую реакцию, да? А вот иудеев, такая же точно, это будет страшная эмоциональная реакция. Вот. Как это? Дева! Я, как говорится, люди некоторые настолько на это злятся, что перестают быть рациональными в своем диалоге. И диалог вести очень трудно. Вот. Причиной этому является, по их мнению, ну, как бы, почему в этом проблема? Ну, если мы откроем, предположим, Евангелие от Матфея, вторую главу, вернее, первую главу, то тут история о том, что вот, когда Мария с Иосифом сочетались, оказалось, что она имеет в очреве от Святого Духа, Иосиф, который, конечно же, не отец Иисуса, хочет ее отпустить, но тут является ему ангел Господень и говорит, значит, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречет, шьему имя Ешуа, Иисус, ибо он спасет от людей, от грехов их. А дальше обратите внимание, что написано. И сие произошло, да будет сбудется реченое Господа через пророка, и цитата из Исаии 7,14. Все дело в очреве примет и родит сына. То есть, понимаете, история рождения, чудесного рождения Иисуса, вот, здесь, конечно, католическая доктрина использует выражение «непорочное зачатие», это не библейские слова. Потому что, значит, непорочное зачатие. А что в браке, если муж и жена зачали ребенка и родили? Это что, порочное зачатие? Извините. Вот, ну, то есть, это уже другие крайности. Иудеи на это тоже очень сильно реагируют. Но здесь я с ними солидарен. Слово «непорочное зачатие», оно как бы, ну, в Библии такой теории не существует. Это католическая традиция. Там у католиков вообще история, там есть, что и Мария таким же образом родилась. «Непорочно». Ну, православные недалеко от этого отстают. Они говорят так, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, непонятно, откуда взяты эти имена, потому что отцом Марии, согласно книге Евангелия от Луки, третья глава, его звали, в общем-то, вот у нас написано «Левий». А, сори, «Илий». Переклинила. Вот у нас. Покажу уже. Вот, Луки, третья глава. И вот здесь написано. Был сын, как думали, сын Иосифов. Ну, понятно, что Иосиф не его отец. А дальше идет имя Ильев. То есть, Ильей – это отец Марии. Потому что отца Иосифа звали Яков по первой главе Евангелия от Матфея. Вот, ну, это так. Отступление небольшое. Так вот, как бы, вот эта история, да, в исполнении пророчества Исаии, да, все дела, это для иудеев, это страшнейшее святотатство, вызывающее гору негативных эмоций. И все из-за чего? А все из-за того, что здесь у нас слово «дева». Смотрите, «дева». Вот. Употребляется еврейское слово «альма», а на греческий оно переводится словом «парфенос». И именно так это звучит в Новом Завете. Вот, я вам сейчас открою Луки первая глава. И здесь у нас написано следующее. Написано так. ангел Гавриил в шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский. Написано «К деве, обрученной мужу именем Иосифу». Имя же «деве Мария». Вот, если мы сейчас откроем греческий текст 26 стих, то вот написано «Прос» 27 текст «Парфенон», то есть «к деве». То есть «парфенос» – это «дева». Вот. В чем проблема? В Исаии 7.14 на греческом «порфенос». Но раввины будут с вами до хрепоты в горле спорить, что слово «альма» это не «дева», а замужняя женщина. Их аргумент такой. Дева на иврите – это бетула. Логика дальше такая. Если «дева» – это бетула, то «альма» – это должна быть замужняя женщина. Вопрос «так ли это?» Вот здесь я хочу вам кое-что сказать. Дело в том, что на сегодняшний момент, конечно, может быть, это и хорошо, но в христианстве многие имеют такое, что ли, преклонение перед авторитетом раввинов. То есть, если раввин сказал, значит, это должно быть правильно. Но, друзья мои, давайте будем помнить, что раввин, он передает традицию, и раввин филологам не всегда является. Есть раввины, которые филологи. А раввины, которые филологи, они вот сделают такую вещь сразу же, потому что они как бы знают. Вот, кстати говоря, вот эту программу, которую я вам сейчас, перед вами на ваших экранах, вот в этой программе над ней работал коллектив, в частности, христиан и иудеев, разработав эту базу данных. Вот эту программу создавали и раввины. Вот мой, один из преподавателей, раввин, профессор Стивен Коффман работал над этой программой тоже. Вот я сейчас возьму на иврите Исайя 7 глава, откроем 14 текст и найдем слово «Альма». Вот оно. Что я сейчас сделаю, потому что это сейчас технологически доступно. Я сейчас возьму и сделаю поиск слова «Альма» в Ветхом Завете и обнаруживаю, что существует я сейчас уберу определенный артикль, чтобы нам делать даже лучше. Существует сколько? Девять текстов Библии, в которых встречается «Альма». Давайте их проверим. Вот у нас «Бытие» 24 глава, 43 текст. Речь идет о чем? Вот я стою у источника воды и девица «Альма», которая выйдет подчерпать, которой я скажу «Дай мне испить немного из кувшина твоего». Скажите, пожалуйста, о какой девице здесь идет речь, которая Элиезеру, как ее звали, эту «Альму», которая Элиезеру напоила всех его верблюдов. А как ее звали? Ее звали Ребекка. Она что, была замужней женщиной? Поняли? То есть Раввинов иногда надо проверять, а лучше, чем симфония, вы не найдете проверочку. Элементарно вскрывается. Вон, посмотрите. Исход 2.8. Дочь фараонова сказала ей «Сходи». Девица пошла и позвала мать в младенца. Как эту девицу звали? Мириан. Она что, была замужней женщиной, у нее была семья и дети? Была сестра Моисея, она жила в доме родителей. То есть вы видите, два первых текста, которые встречаются в Библии, употребляющие слово «альма», показывают, что да, Бетула это девочка, но и «альма» тоже. Два слова употребляются. Поэтому миф о том, что вот Исаия 7.14 говорит о замужней женщине, и это происки врагов еврейского народа, которые перевели Септуагинтум. Нет, никакие враги не переводили. Вот как есть, так есть. То есть, ну, я могу еще часов пять рассказывать и приводить вам разные примеры. я закончу эту лекцию вот еще какой интересной, наверное, информации, о чем меня спрашивали вчера, неоднократно, поэтому я скажу об этом. Значит, мы с вами говорили о каноне Священного Писания. И я вам показывал, еще раз покажу, Иоанна 5,39. И здесь у нас сказано «Исследуйте Писание». Иисус говорит, что есть Писание. Луки 24-я глава, 44-й текст говорит, «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, пророках и псалмах». То есть трехчастный канон, танах, вот здесь в Ленинградском кодексе у нас канах. Там нет вот здесь ни книг Маковейских, ни Премудростей Соломона, ни Юдифий, ни Тавита, ни еще каких-то вещей, которые присутствуют, как я сказал, только на греческом языке. Откуда они взялись? Перед вами я уже сказал первое, самое полное, самое раннее у нас есть христианская Библия. Это Кодекс Ватиканский. Вот здесь вы эти книги впервые увидите. Они здесь есть. Пятый век. Вот в эту книгу, которая является Кодексом Ватиканским, они включены. То же самое в Кодекс Александрийский. Они включены. То есть поэтому они появляются именно в христианских церковных Библиях, потому что Кодекс Синайский более древний, и там еще их нету. А вот здесь уже есть. А здесь она есть. Поэтому то есть как эти книги появились в первой христианской Библии, датируемой пятым веком, кто были переписчиками, которые включили это и переписали, мы не знаем. но когда мы говорим о септуагенте, то текст берется отсюда, текст берется отсюда, но, кстати, здесь не только Ветхий Завет, здесь будут и книги Нового Завета. Но вот так выглядит первая христианская Библия, самая одна из ранних, вот, и это Кодекс Ватиканский. Поэтому вот так появляются так называемые неканонические книги. В Танахе их нет, а Иисус признавал Танах. Вот вам источник авторитета. Это большой спор по поводу канона. Корни этого спора еще идут к временам реформации, потому что когда реформаторы говорили, что вы католики отступаете от Писания и имеете свою традицию, то католики говорили, да, как вы можете пилить сук, на котором сидите, мы же церковь дали вам Библию, но нет, это неправильно, Библию нам дал Иисус, принявший своим авторитетом канон, который использовали фарисеи, потому что тот канон, который использовали фарисеи, его составлял еще книжник, священник, Ездра, чья книга есть в священном Писании. Вот. То есть, вот такие вот переводы у нас есть, знаете, чтобы нам сделать такой небольшой рикап, повторение. Смотрите, вчера мы начали с вами говорить об оригинале Равинской Библии, с которой были записаны переводы Библии на немецкий, английский язык, которые были сделаны реформаторами. Вот. Сегодня мы с вами поговорили о древних переводах, о торгумах, о септуагенте. Ну и на следующей лекции, завершающей, мы поговорим о современных переводах. Но это после перерыва. 15-го.